Hello! Ich bin Lira. Через пару дней наступает лето. Давайте сегодня поговорим с вами о том, чем мы можем заняться летом. Was können wir im Sommer tun? Глагол tun, его три основные формы. Tun, tat, getan. Цильный глагол. Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Какое длинное слово, да? Это означает лето, мое любимое время года. Немцы же любят делать вот такие длинные слова из нескольких слов. Итак, Lieblings – это любимое, Jahreszeit – время года. Вообще вот это вот Lieblings надо запомнить, потому что с помощью него можно составить очень много слов. Например, Lieblingsbeschäftigung – любимое занятие. Lieblingsblume – любимый цветок. Lieblingsbuch – любимая книга. И Lieblingsessen – любимая еда. И не забываем о том, что вот в таких вот сложных словах род, такого сложного существительного, всегда зависит от последнего слова. Например, мое любимое время года, оно – это слово женского рода, потому что время – diezeit, женского рода. Итак, значит, die Lieblingsbeschäftigung – любимое занятие. Die Lieblingsblume – любимый цветок. Das Lieblingsbuch – любимая книга. И das Lieblingsessen – любимая еда. Говорить о летних занятиях можно очень долго, поэтому я решила снять на эту тему несколько видео. А сегодня мы поговорим о том, как провести это лето более активно, чтобы эти теплые месяцы стали полезными для нашего здоровья. Итак, что мы можем делать? Меньше времени за компьютером или перед телевизором проводить. Глагол «verbringen» – проводить. «Мне Zeit im Freien» или «an der frischen Luft verbringen». Больше времени. «Im Freien» означает «на открытом воздухе», дословно «на свободе», потому что «frei» – это «свободный». Или «на свежем воздухе проводить». «Fresh» – это «свежий». Итак, «Мне Zeit im Freien» или «an der frischen Luft verbringen». Глагол у нас «verbringen» – проводить. И здесь вы в нем видите глагол «bringen», «приносить» и не отделяем приставку «ver». Рассмотрим глагол «приносить» – «bringen». «Bringen», «brachte», «gebracht». Вот его три основные формы. А глагол «verbringen» – так как у нас «ver» – это неотделяемая приставка, имеет такие основные формы. «Verbringen», «verbrachte», «verbracht». «Verbringen», «verbrachte», «verbracht». Например, «Der letzte Sommer hat mir viel Glück gebracht». «Ich habe drei Wochen in der Natur verbracht». «Der letzte Sommer hat mir viel Glück gebracht». «Ich habe drei Wochen in der Natur verbracht». «Прошлое лето принесло мне много счастья». «Я провела три недели на природе». Еще одно слово – «на природе». «In der Natur». Когда речь заходит о природе, первое, что мне приходит на ум – это лес. Итак, лес – «der Wald». Его множится число – «die Wälder». «Im wald kann man zelten». «В лесу можно жить в палатке». Обратите внимание на этот глагол – «zelten». Он образовался от слова «палатка» – «das zelt». Слово среднего рода, его множится число – «die zelte». «Im wald kann man zelten». «В лесу можно жить в палатке». А тем, кому трудно добираться до леса, нужно обязательно выбираться в парке. «Der парк» – «die паркс». Множится число – «die паркс». Например, предложение. «Im Stadtpark können wir tischtennis spielen». «В городском парке можем мы играть настольный теннис». «Stadtpark» – «городской парк». Слово «штадт» женского рода – «die Stadt». Его множится число – «die Städte». «Город» – «die Stadt». «Город», «die Städte» – «города». Итак, «tischtennis» – тоже сложное слово. У немцев очень много сложных слов. Не в смысле сложных, что их трудно учить, а в смысле состоящих из нескольких слов. Например, еще одно слово. «Парк развлечений», «парк аттракционов» или просто «парк отдыха» – это «freizeitpark». Мы можем составить такое предложение. Я не стала полностью писать здесь предложение. Мы можем сказать «Wir können alle Freizeitparks besuchen». Мы можем посетить все парки отдыха. А вот, кстати, «веревочный парк» или «канатный парк» они называют «der Клеттервальд». Помните слово «лес»? «Der вальд». А «der Клеттервальд» – это у нас «веревочный парк» или «канатный парк». Потому что слово «клеттерн», глагол «клеттерн» означает «карабкаться», «лезть», «взбираться». И, например, «в лесу» мы можем просто залезть на дерево. Также «веревочный парк» можно назвать словами. «Das hochseil», где слово «seil» означает «канат» или «веревка». «Das hochseil», а слово «хох» – «высоко». Или «der hochseilgarten», где слово «гarten» означает «сад». Итак, у нас есть три слова для того, чтобы сказать «веревочный парк». «Der Клеттервальд», «das hochseil» или «der hochseilgarten». А вообще, лето – это классное время, чтобы заняться спортом. «Спортдрайвен», «заниматься спортом». «Спортдрайвен». «Баскетбаль», «фусбаль», «фидервальдшпилен». «Играть в баскетбол», «футбол» или «бадминтон». От слова «фидер», «фидер» – это «перо», «валанчик» же из «перев». «Фидервальдшпилен», «играть в админтон». Или «скатен», «скатен» означает «кататься на скейте», «скатен». «Ода, wir können auch einen langen спaziergang machen». Или также мы можем совершить долгую прогулку, имеется в виду именно пешую прогулку, потому что «шпацирен геен» означает «идти гулять zu fuß», «пешком». «Zu fuß» – это «пешком». «Шпацирен геен» – «гулять», «ходить пешком». Ну а тем, кто далек от спорта, можно провести активное лето в саду. Итак, «им гартенарвайтен» – «работать в саду». Слово «сад» мужского рода «der garten», его множественное число «die gärten». Запоминаем, «сады» – «die gärten». Что можно делать в саду? «Этвас пflanzen» – «что-то посадить». «Унд das beim вакстум beobachten». Дословно «и следить за этим при росте». «Вакстум» – это «рост», и все слова, которые оканчиваются на «тум» – это слова среднего рода. Запоминаем это. «Das вакстум». Если сказать красиво по-русски, «что-то посадить» и «следить, как это растет». «Возможно делать еще при этом фотографии». То есть задокументировать весь процесс роста этого растения. Чем бы вы не занимались летом, откройте для себя что-то новое. «Этвас ноэс эндеккн». «Открыть что-то новое». «Этвас ноэс эндеккн». И поделитесь этим со мной. Напишите в комментариях по-немецки, что вы собираетесь делать летом. «Мы можем изучить новый вид спорта». «Спортарт». Как вы видите, слово «вид» женского рода. Или мы можем разучить новый танец. «Ейнен neuen танц lernen». Здесь мы видим, что слово «танец» мужского рода. «Дер танц». «Айнен neuen танц lernen». «Ода, айнен neuen орт besuchen». Или посетить новое место. Вот о новых местах, о путешествиях поговорим в следующем видео о летних занятиях. Всем удачи! Tschüss! Субтитры создавал DimaTorzok